привет друзья в одном из предыдущих видео мы сделали вот такие вот офигительные булочки для гамбургеров для гамбургеров для чизбургеров для бигмахов для всего чего угодно они значительно вкуснее чем покупные божественно пахнет а сегодня давайте приготовим пару гамбургеров чизбургеров в общем основы такие если вот вы никогда не готовили гамбургеры вам это видео будет интересно вообще гамбургеры изобрели в америке впервые не появились в америке в начале 20 века что из себя представлял гамбургер это обычный сэндвич только с круглой булкой которая разрезается пополам как вы знаете в макдональсе я думаю все были и туда вкладывается котлета изначально гамбургеры делали майонезик кетчуп или просто кетчуп какой-то соус котлета и булка потом их начали уже дополнять вот мы сегодня дополним дополним сыром это будет чизбургер помидоркой лучком солененьким огурчиком и вот таким вот салатиком можно взять еще салат айсберг можно взять лук латук на самом деле очень много всяких приколов можно хочется сказать зафигачить да наверно правильно будет сказать зафигачить в гамбургер чтобы он получился жирный вкусный классный возьмем немного бекона вообще считается что гамбургер такая нездоровая пища не диетическая может если его каждый день хавать макдональдсе то будет нездоровая и не диетическая а если вы будете раз в какой-то период времени баловать себя домашними вкусными гамбургерами то я думаю ничего в этом нездорового совершенно нету итак друзья сердце гамбургера естественно котлета и мы будем готовить классическую вообще котлету можно делать из чего угодно почти с чего угодно из курицы и свинины не знаю из индюшатины можно делать но мы будем делать классическую котлету из коровы из говядины взяли вот такую вот специально не постную говядину а немножко жирком сейчас я порежу и перекрутим ее на мясорубке принципе можно из использовать и блендер если у вас мясорубки не очень острые ножи потому что если мясорубки реально тупые ножи то она мясо подавит и мясо пустит сок а это для нас ну не очень хорошо или него и или очень не хорошо так рвется наш главный дегустатор у нас сейчас сейчас я тебе дам на свой кусочек на на моя кошечка не царапай мне стол на мясо и все вали отсюда не вали можешь здесь находиться перекрутим мяско на мясорубку и использую такую среднюю решеточку с диаметром кошка с диаметром отверстия 6 миллиметров или 5 миллиметров в общем не очень не очень мелкую очень крупную очень мелкую не надо очень крупную тоже в котлет для гамбургера мы не кладем не хлеб не яйцо никаких дополнительных ингредиентов только соль и перец перец перца по моему разумению должно быть побольше ну кто как любит теперь друзья нам надо этот фарш тщательно вот так вот выметь вымесить можно конечно это сделать и миксером но я это сделаю вручную тут ключевое слово тщательно вот так вот вымешивать я буду минут пять его признаком того что вы хорошо вымесили фарш будут появившиеся белые волокна то есть вы будете видеть видеть волокнистность мяса теперь еще одна процедура вот такая вот фарш надо отбить не пренебрегайте процедурой собираем его шарик и что есть силы фигачимым так вот раз 20 сделал после того как фарша били сворачиваем сворачиваем его в такой вот колобочек и отправляем холодильник минут на двадцать тридцать пусть все немножко остынет пока друзья займемся лучком для того чтобы лук был ну вообще лук можно использовать любой но лучше я делаю лучше вот красный или сладенький лук той причине что в гамбургере нам острый сильно лук не особо нужен налет нарезаем лучок тоненькими полукольцами можно и кольцами и немножко его замаринуем сейчас конечно лук не фонтан немного проросший вот этими вот штуками в середине ну ладно выглядит не очень но на вкус особо вкус на вкус особо нам не повлияет а хватит я возьму чуть-чуть водицы и чуть-чуть уксуса можно любой я возьму яблочные чик сюда этот лук и пусть здесь промаринуется немножечко перемешаем чтобы слух у нас получил свою порцию уксуса займемся соусом соус сделаем самый простой без всяких наворотов там фельдиперсов чем проще друзья тем вкуснее вот у меня осталось это попка от лука сейчас и скрошу ее мелко-мелко правда с гамбургерами соусами на самом деле у нас должна получиться вкусная котлета должна получиться вкусная котлета и должна быть вкусная булка все остальное уже дело техники ну во всяком случае это мои мхо может кто-то считает по-другому я этого покрошил я лучок капельку сюда сольки немножко его вот так вот пожмакаю отправляем его майонезик сюда же ложечку горчички лучше не использовать горчицу домашнюю или острую лучше использовать знаете продается горчица американская она такая сладковатая с особым с особым вкусом как горчица она мне не нравится но в соусе именно для гамбургеров она на мой взгляд то что надо пару капель сока лимона все соус готов в качестве второго соуса будем использовать кетчуп и вот еще по поводу сыра хотел сказать вообще такой сыр готовим сами но не стал я заморачиваться с приготовлением самостоятельно купили сыр вот сыр для гамбургеров вот такой вот тостовый он называется или еще как-то по-другому в общем сыр для гамбургеров лучше всего использовать марки гауда он классно плавится но опять же таки мое мнение друзья и так продолжим нарежем помидорку вот так вот поперек желательно потоньше конечно резать такими кусочками дольками вернее миллиметра по три по четыре чем тоньше чем тем вкуснее и мы же не хотим гигантской высоты гамбургер размером с какую-нибудь башню пизанскую например как-то так и теперь огурчик солененький режем его по диагонали так вот сильно сильно по диагонали тоже тоненькими тоненькими ломтиками друзья тут я же говорю можно использовать абсолютно абсолютно любые начинки абсолютно любые ингредиенты для нашего гамбургера или чизбургера в общем все готово приступим а сейчас надо картофанчик фри пожарить пожарим картофанчик фри и приступим так сказать к самому главному котлета это у нас сердце гамбургера соус это у нас второе сердце гамбургера наверно не знаю что у нас соус в общем может но не мозг точно ладно фиг с ним все готово приступим к жарке сейчас пожарим картошечку фри и приступим к жарке котлет охладился и приступим к приготовлению котлет сейчас на три его части разделю примерно чтобы котлеты были одинаковые не умею делить конечно лариса лучше это делает ну ладно в общем до тесточку смажем маселцем и руки можно немножко смазать маселцем первую очередь надо шарик нашу заготовку для котлеты отбить хорошенько вот так чтобы оттуда все пузырьки воздуха выходили теперь друзья такая штука котлета у нас должна быть размером процентов на 15 20 по диаметру больше чем булка почему потому что она сильно будет просаживаться как бы уменьшаться вот так вот стягиваться в процессе жарки и чтобы у нас красивый был гамбургер вот прям чтоб котлета готовая чтобы она торчала за края булки так как так как положено надо ее сделать диаметре ну процентов я же говорю процентов на 20 больше чем наши булки как-то так выравниваем краешки и разминаем вот мне хочется чтобы она была ровная конечно у меня не получится такая как профессиональной гамбургерной но главное это нам вкус друзья конечно ведь тоже нужен красивый и она должна быть тоненькая не делайте ее толстой потому что помимо того что она будет скукоживаться она будет к середине так раздуваться вот лучше и сделать как можно как можно потоньше вот как-то как-то думаю так беру пергамент шик 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 еще не прилипло у нас сюда котлету еще раз подровняем и все и она у нас принципе готова к жарке конечно вот я уже чувствую что будет у нее рваные края мне хотелось бы сделать у меня есть формочки для бургеров но они маленькие они не для таких как у нас домашних классных булочек как-то вот так давайте еще одну зафигачим отбиваем если там останутся в котлете пузырьки воздуха то они и раздует еще больше и сок вытечет чего нам совершенно как самая думаю согласитесь не нужно не знаю мне кажется если так делать постепенно чуть-чуть разминать и чуть-чуть краешки подгребать то она должна у нас получится по качественней то есть поровнее вот мне очень хочется чтобы она ровная было но не получится короче идеальная котлета но мы будем стараться точно так же на кусочек пергамента и сейчас друзья чтобы не отнимать ваше время я слеплю третью котлету и приступим к жарке мы будем все жарить одновременно на одной сковородочке я буду жарить бекончик обжарим его что мало у нас бекончиков ладно вообще конечно лучше использовать покупной бекон теперь смотрите булки разрезал вот так вот где-то одну треть снизу и две трети сверху чуть-чуть смазываем сковородочку масел сам растительным и поджариваем булки тоже чтобы они немножко покрылись золотистой корочкой самое главное котлеты хорошо разогрели сковородку тоже немножко туда маселца и его час от лариса нам покажет как котлету на сковородку за сковородить ой стремно это занятие чик друзья смотрите если вы готовите готовим по времени нам не надо чтобы она нам на чтоб котлета была сочная то есть не надо ее выжаривать вообще ну до невозможности мы готовим из говядины и по три минуты с каждой стороны если готовите из свинины по 2 с половиной минуты с каждой стороны из курицы я думаю будет даже достаточно двух минут но опять же таки есть нюансы какой огонь мы включили какой толщины донышка у сковородки поэтому смотрите лучше всего смотрите по прожарке по самой котлете вот булки у меня не жарятся зато жарится бекон через три минутки перевернем котлету на другую сторону пусть обжарится с другой стороны видите какая она то есть не надо ее сильно высушивать так вот она чуть-чуть подрумянилась и этого достаточно что у нас тут булками с булками еще ничего бекончик тоже перевернем бекончик у нас зараза пристал конечно не было сегодня бекона вот такого нормального ну как нормального это тоже нормальный бекон но это просто свежий лучше использовать бекон который вот продается в упаковочках или нарезной потому что конечно с таким его и нарезать сложно лучше вот уже который нарезанный сразу же булки жарьтесь чуть-чуть она должна прожариться сильно ее тоже зажаривать не надо еще буквально минутку подержу и все видите насколько котлета уменьшилась в размере она реально скукоживается снимаем снимаем вот она сейчас по размеру как раз ладно я не буду сейчас булку к ней примеривать в общем до пожарим так булочки все по и появился легкий румяне румянец вот они так уже как это сказать поджарились немножко на этом заканчиваем у нас тут еще одна булка я конечно их перепутал теперь какая какой чик это не от этой верхушечка вот это от этой видимо а вот это от этой бекончик нельзя вот такое вот сало использовать свежая надо конечно для гамбургеров использовать именно бекон потому что сало это ерунда мы хотели смахливать но смахливать не получилось в общем с булками с булками понятно с котлетой тоже вроде бы все понятно бекон я хочу высушить чтоб он был сухонький сухонький еще две-три минутки его подержу там и буду снимать мы сейчас пожарим все котлеты друзья и приступим к сборке наших бургеров ну что котлеты готовы посмотрите не сильно то их и провала они сочные получились классные совершенно не выживились давайте друзья будем бургеры так это у нас самая маленькая булка давайте начнем с большей булки вот этот вот соусик от души намазываем на булку мы же хотим сочный гамбургер ну хотя кто как любит лучок смотрите я его вынул из маринада извлек извлек и на салфеточку моего с ларисой определили для того дай мне ножик ларис пожалуйста что помидорки маленькие давай 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 помидорки маленькие для того чтобы сформировать красиво вот так вот буду делать чик 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 теперь сверху так вот она большая булка котлету смотрите она как раз по размеру супер как раз по размеру дальше на котлету можно еще чуть-чуть лучка и огуречиков или огурчиков как кому больше нравится теперь вот этой зеленухи и крышку крышку по желанию намажем кетчупом если желания нет можем не мазать вообще можно к бургерам подавать вообще все соусы отдельно все друзья бургер готов один такой посмотрите какая красота правда ну чем он хуже чем в маке реально ничем дальше слепим чизбургер сюда опять соуса сейчас буду совершать вообще непростительное святотатство я вам буду показывать разрез гамбургер соуса побольше дальше лучка не так побольше помидорки лариса мне что-то хочет посоветовать что разница ты хочешь посоветовать на чизбургер огурчики сначала шли ну ладно можно вначале огурчики котлету сюда котлета с пылу с жару горячая и вот маленькие эти кусочки чиза для нашего чизбургером поэтому тоже сделаю вот такое вот действо я люблю сыров чизбургера много эти убогие маленькие кусочки мне совершенно совершенно не нравится вот так вот будет много конечно не очень красиво но зато будет очень вкусно сюда сюда сейчас зеленушки на зеленушку можно огуречиков можно было до огурчиков и под низ опять лучочка немножко главное зеленый салат не ложите на не не кладите на горячую котлету почему потому что он сразу же сварится будет невкусно и некрасивый чик чизбургер друзья смотрите какой чизбургер реальный чиз это это royal чиз это но это конечно не дабл чиз ну давайте с бекончиком еще можно разные соусы использовать сюда можно и в этот соус с кетчупа добавить тоже будет вкусно можно соленых огурцов кстати сюда покрошить получится такой импровизированный тарта хочу сюда немножко лучка лучок у меня к салфетке залип сейчас мы его струсим струсили помидорки чик 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 помидорки много не бывает можно вот этот вот середину котлету друзья теперь бекончик наш некрасивый такой получился фу мне не фон вкусный просто некрасивый если мы взяли если мы взяли реально покупной бекончик все было бы значительно красивее накрываем вот этой вот штукой еще у меня два горчика осталось крышку ну вот нет никакой никакой закономерности чем вы что смазываете чем смазываете крышку чем смазываете донышко можно два солнца можно три соуса друзья гамбургер с беконом пожалуйста оцените но не красота ли скажите я сейчас попробую расскажу вам как это офигительно вкусно и как я и обещал совершаю святотатство разрезаю гамбургер не делайте так не повторяйте это дома и смотрим что у нас получилось ну наверное так выглядит лучше да зря его разрезал в общем друзья надо пробовать разрезать гамбургер не надо не повторяйте просто смотрим наслаждаемся и сейчас попробуем ну что друзья у меня есть принцип не бухать во время дегустации но сегодня его нарушу гамбургер он должен быть очень вкусно я подозреваю а не просто очень вкусный только с него сок капает он невероятно вкусный котлета это это просто бомба в макдон макдональдс и вы такого не попробуете честно вот хватает этой замородочки из макдональдса друзья это настолько вкусно вот кто кто мне скажет что этот гамбургер не полезен а тем более вреден пусть кинет меня первым камнем как говорил остап сулеман ибн мария бэй ваше здоровье я хочу запить чудесный американский гамбургер так сказать чудо американской цивилизации еще одним чудом американской цивилизации бурбоном собственного приготовления заесть картошечкой фри не знаю кто придумал такой стране еще не заморачивался но это круто но гамбургер от него просто невозможно оторваться единственное что он очень сочный поверьте поверьте вы такого гамбургера в макдональдсе никогда не помните честное слово попробуйте приготовить вам очень понравится дорогие друзья с удовольствием представляем вам рецепт гамбургера чизбургера гамбургера с беконом в общем тут еще можно дофантазировать реально очень много ну и наверное рецепт готов если будут какие-то вопросы хотя я сомневаюсь что по гамбургеру будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях мы конечно же на них ответим ну и там помните на колокольчик нажимаете лайки ставьте если что если понравилось конечно видео а мы с ларисой будем снимать для вас новые рецепты ну и может гамбургеры какие-то придумаем все друзья всего доброго пока